На самом деле, вывод, не вывод, а вот пример из последней, как бы, житейской ситуации, когда мы с детьми и с Наташей оказались в Израиле. Опа! Вот. Вы, наверное, слышали, да ты точно знаешь, мы с тобой об этом разговаривали. Это была первая наша поездка в Израиль, мы полетели туда на концерт Бруно Марса. Вот. И ещё на день рождения к нашей подруге. Взяли с собой детей, полетели вчетвером, прилетели мы 6 октября. Прекрасный день, там, всё хорошо провели, там, прямо на море, ну, где-то там поужинали. И ночью начались обстрелы. То есть в 3 или в 4 часа ночи начинает работать тревога, мы не понимаем, что происходит, потому что мы же, ну, как-то не привыкли к этому. Вот. И прибегает дочка, начинает стучаться, она в соседнем номере была, папа, мама, тут что-то надо делать. Мы во время первой тревоги говорим, слушай, ложись спать, наверное, всё нормально. Вот. И там первая тревога прошла достаточно быстро, а потом они начались регулярно. И мы, собственно, провели дальше несколько дней в том, что там, как только солнце садилось, ну, там каждые полчаса, где бы ты ни находился, ты должен заходить в убежище. Там есть убежище в лестничных клетках, есть убежище в подвалах. Если ты на улице должен ложиться на землю, это теперь уже все знают, наверное, кто читает новости. Суббота практически был мёртвый день, мы никого практически не выпускали из отеля, не рекомендовали выходить, мы как-то вышли на пляж. В воскресенье мы решили... Там случны были взрывы ПВО, мы же не знаем, ПВО это или прилетающие это ракеты. Выяснилось, что несколько ракет прилетело в сам Тель-Авив, постоянно летают вертолёты. Младшая дочка, конечно, переживала, старшая держала в себе. В среду мы пошли прогуляться, просто выйти куда-то. Нам сказали, что вроде как можно, идите. И нам пишет наша подруга, ребят, вы вообще далеко ушли, лучше верните, потому что в нашем районе тут нейтрализовали террориста, который хотел что-то взорвать. А мы идём по улице, нам ещё минут 15 идти до отеля. И первая мысль, которая ко мне приходит, это, кого из них я буду накрывать, если выскочит террорист? Вот со мной три девушки, две дочки и жена. Кого из них? И дальше ты идёшь и думаешь, так, вот витрина, если что, можно схватить какую-то, может, скамейку, выбить витрину, и так вот сканируешь пространство, пока не дошёл до отеля. И можно говорить о том, что там вероятность была 0-0-0 процента, и я мог включить какую-то логику, что туда вряд ли что-то так прилетит. Но ты не можешь отключить мозг от этого. Не можешь. Ощущаешь себя в этот момент крохотным? Ты знаешь, с одной стороны, да, с другой стороны, в тебе включается мужчина-отец. То есть ты готов на всё, чтобы ничего не случилось с твоей семьёй. И это такой, знаешь, стресс, который сидит в тебе и, наверное, так тихонько съедает. Мы оттуда, слава богу, благополучно улетели. Но я считаю, вот к выводам, я даже детям сказал, что я говорю, слушайте, ну, как бы это большой важный урок для вас. Слава богу, что ничего не случилось, но вы просто должны понять, что мир не устроен так, как вы себе придумали. Мир — это не TikTok, мир — это не Instagram, мир — это даже часто не ваша школа и вот общение с друзьями. Мир, вот он бывает и таким тоже. Я считаю, что важно такие уроки, ну, конечно, чтобы они не наносили вред здоровью и жизни, но важно нашим детям такие уроки проходить.